Хансия Зацка Итак, родился 8 марта 1859 года в Вене в семье архитектора, мать актриса Кита Сохар. Детство прошло там же, в Вене. Автор многочисленных салонных картин с изображением нимф, купидонов, женщин, детей, любовных пар, зверей и птиц, цветов, натюрмортов. Есть у него также картины на стилизованные античные и религиозные сюжеты, в том числе изображения Мадонны с младенцами. Является автором многих церковных росписей. Я пользуюсь Википедией. В общем, зачитываю, набрал картин, вам показываю. Его художественный дар стал заметным еще в раннем возрасте. С 1877 по 1882 годы Ханс обучался в Академии изящных искусств. У учений, как пишут, он достиг больших успехов. И в 1880 году в возрасте 20 лет был награжден золотым знаком отличия за заслуги перед городом Вена. После нескольких поездок в Италию работал как внештатный художник в Вене. Позже занимался фреской, росписью в церквях, ну и различными портретами. Особым интересом у Ханса пользовался жанровая живопись, идеальные женские образы, купидоны и так далее. В возрасте 26 лет он получил свой первый общественный заказ изготовления фрески потолка Курхаус Баден около Вены. Там была изображена наяда Бадена с купидонами и историческими надписями. На жизнь Ханс Зацка зарабатывал религиозной живописью, росписью церквей, алтарей. Жил он в своей домашней студии, никогда не брал учеников и не занимался преподавательской деятельностью. Надо сказать, что рисовал он до 80-летнего возраста, а в 1945 году вице-мэр Вены Кундштаг собственноручно предложил в письменной форме заместителю секретаря профессора Карлу Люгмайеру присвоить 87-летнему живописцу звание профессора. Ну и в августе 1945 года ректор Академии изящных искусств сообщил, что профессорский совет единодушно одобрил министерское предложение. А 17 декабря 1945 года Ханс Зацкий умер. Черпал вдохновение из произведений Эрихарда Вагнера «Сказок братья Гримм». В конце 19-20 века несколько работ в Зацке были сфотографированы и превращены в коммерческие и коррекционные открытки. В 1920-е годы стиль Зацка стал популярным декором во всей Европе. В настоящее время большая часть картин находится в частных коллекциях. Такая справочка. С 1997 по 2008 год было продано 619 его картин на общую сумму 945 495 долларов. В среднем картины продаются в районе 50 тысяч долларов. Самая большая сумма, которую картина собрала на аукционе, составила 177 тысяч долларов. В 2007 году великолепная пара овальных картин на холсте Затки была продана на аукционе Эспайр за 53 тысячи 763 долларов. Такая справочка. Кстати, Сомали создали марк...